Всем здравствуйте! С недавних пор многих начал волновать вопрос о вседозволенности короля сцены. После этого Киркоров долгое время воздерживался от действий, из-за которых мог бы попасть под статью, так, например, его сценический номер 2022 года с танцами на кресте мог иметь для него серьезные последствия. Вот только несколько попыток привлечь певца к ответственности за оскорбление чувств верующих успехом не увенчались. На тот момент правоохранительная система оказалась солидарна с адвокатом Киркорова, известным юристом Александром Добровинским, который заявил, что номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалине. Видимо, тяга к острым ощущениям и уверенность в собственной безнаказанности в последнее время все чаще приводит Киркорова к грани, за которой уже следует уголовная ответственность. Так, например, случай в сентябре прошлого года, когда Киркоров столкнулся со сцены концертного зала Крокус-сити-холла охранника Александра Короткого, в результате чего тот получил травмы. По словам охранника, певец хотел провести за кулисы своих знакомых, на что Александр попросил подождать минуту, чтобы согласовать вопрос с начальством. И в то время, когда служащий уже начал говорить с начальством, Киркоров со спины, с криком «Дай пройти», толкнул охранника в спину и прошел с людьми за кулисы. Ну а сейчас появилась вероятность того, что в скором времени у певца появится другой, более серьезный повод для беспокойства. На фоне скандала с вечеринкой Ивлеевой, которую посетил Киркоров, активно зазвучали призывы проверить деятельность певца с точки зрения налогового законодательства. И сведения, собранные в ходе расследования, рисуют интересную картину, в которой роскошная жизнь Киркорова, его официальные доходы и налоговые платежи не всегда увязываются между собой. Зафиксированная деловая активность Киркорова вскрыла целый ряд махинаций. Будем надеяться, что правоохранительные органы не оставят без внимания сокрытие астрономических средств короля. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!